Друзья, всех приветствую на предпоследней торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канала Markets, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также повторяю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный Telegram канала Markets с торговыми идеями, в котором мы постим дополнительный аналитический контент с упором на технический анализ, а также фундаментальные заметки на ежедневной основе, включая выходные. Ну что ж, мы наконец-таки дождались этот день, потому что сегодня выйдут данные по инфляции. Самый важный релиз 2023 года, учитывая сколько времени прошло. Конечно же, впоследствии, думаю, события будут более значимы, но пока что мы ориентируемся на этот релиз, потому что прекрасно понимаем, что именно отчет по инфляции будет влиять на риторику американского регулятора и те действия, которые будут регулятором приниматься на последующих заседаниях. Здесь прямая связь, друзья. ФРС повышает ставку, ужесточает монетарную политику, потому что пытается добиться эффекта снижения индекса потребительских цен. И на текущем этапе мы знаем, что даже несмотря на зафиксированный в течение двух месяцев подряд снижение базовой инфляции, ФРС считает, что этот прогресс еще недостаточен. По прогнозам, нас сегодня ожидает еще один месяц снижения. Это декабрьские цифры. Напоминаю, основной индекс потребительских цен снизится с 7,1% до 6,5%. Базовая инфляция скорректируется с 6 до 5,7%. Почему настолько очевидный, скажем, прогноз того, что инфляция замедлится? Причем я посмотрел сегодня ожидания прогноза, ну, десятка инвестиционных банков, за которыми слежу. И примерно около того вот консенсус прогноз предполагает значительное снижение и базового индекса потребительских цен, который не учитывает цены на продовольственные товары и энергоносители и основного индекса потребительских цен. Один из основных аргументов, почему инфляция может снизиться, это еще доказательство от пятничного релиза Non-Farm Perils, когда помимо компонентов по росту количества новых рабочих мест и уровня безработицы мы еще с вами анализировали динамику прироста зарплаты. И тогда темпы прироста месячные, годовые снизились, годовые выражения с 4,8 до 4,6%. И это позволило участникам рынка предположить, что при снижении зарплат снижается инфляционное давление на экономику, поэтому и индекс потребительских цен естественным, логичным образом должен также пойти вниз. Но здесь нужно сделать ремарку, что не только лишь зарплата влияет на инфляцию. Есть еще проблемы, все еще актуальны с логистикой, с цепочками поставок, есть еще слабые экономические показатели и темпы слабого экономического роста китайской экономики. Есть такое понятие, как инфляционная спираль, которая ловушка, в которой оказалась американская экономика. Много факторов других, которые свидетельствуют о том, что у инфляции есть много других причин и катализаторов для сохранения восходящей динамики. Или здесь, пожалуй, сделаю оговорку. Сохранение индексом потребительских цен высоких значений, не обязательно, чтобы инфляция дальше росла. Она может оставаться на тех уровнях, на которых находится сейчас в течение длительного периода времени. Как раз ФРС, понимая это, каждый раз, когда есть возможность выступить на пресс-конференции в лице Джерома Паула, ясно нам дает понять, что еще рано отказываться от жесткой монетарной политики, нужно и дальше повышать ключевую процентную ставку. И даже, друзья, если мы сегодня увидим значение существенно ниже, чем показатели позапрошлого месяца, то есть ноября, у нас будет стоять вопрос лишь о том, насколько ФРС снизит темп повышения ключевой процентной ставки. Заметьте, это не то же самое, что разворот политики американского регулятора с жесткой на мягкую. Снижение темпа повышения ключевой процентной ставки, это все равно проведение жесткой монетарной политики. И мы будем лишь с вами дальше спекулировать на идеи и гадать, честно говоря, насколько ставку поднимет американский регулятор к мартовскому заседанию, то есть с учетом мартовского заседания до 5 процентов, либо 5,25. Здесь особо не велика разница, это все равно предполагает ее повышение как минимум на 50 базисных пунктов. И я рассчитываю на то, что индекс доллара все-таки прежде чем развернется после марта, может выйти на какие-то уровни локальной поддержки. Мне кажется, сегодня, с учетом того, что я озвучил вам позицию ожидания большинства инвестбанков, потому что инфляция должна снизиться и логично предположить, что индекс доллара на этом фоне должен обвалиться. Я полагаю, что слишком просто сегодня постфактум релиза по инфляции ставить на снижение курса американской валюты. Поэтому ждем этот отчет в 13.30 по GMT. Максимум фокуса внимания, контролируйте риски, следите за загрузкой депозитов. Постоянно делаю отсылку на важное соблюдение правил риск менеджмента. Если вы не знаете, что это такое, ничего страшного, друзья. Нужно закрывать эти фундаментальные пробелы. Общайтесь с вашими персональными менеджерами, вам обязательно окажут самую профессиональную поддержку, в том числе и натаскают по этим терминам. Вы будете разбираться в этом. По другим финансовым активам. Золото 1883. Пока что все как по нотам. Ждем теста сопротивления 1900. И с учетом насыщенности сегодняшнего дня и ожидания этого важного релиза, я практически уверен, что мы увидим тест сопротивления 1900 до конца текущей торговой сессии. Индекс рыночных настроений указывает по-прежнему на то, что толпа в коротких позициях. Соответственно, идем против толпы. Наверное, другие комментарии уже излишни. Пара доллар-иена здесь тоже снижение. И сегодня в качестве такой цели, чтобы мы имеем право мыслить сейчас амбициозно, потому что это позволяет нам делать очень важный релиз, который мы сегодня ждем. Я допускаю, что пара доллар-иена провалится в район поддержки 130 иен за доллар. По поводу основных факторов роста японской иены, ранее комментировал, что очевидное сохранение восходящей тенденции в показателе инфляции. Очень интересный опрос, который был проведен Рейтерс относительно мнения домохозяйства, бизнеса, того, как сильно вырастет инфляция в Японии в 2023 году. И я был очень удивлен, что такие цифры называются. Сейчас напомню, базовая инфляция и индекс потребительских цен находятся на одном уровне 4%. Но участники рынка домохозяйств и бизнеса ожидают, что к концу года инфляция вырастет больше, чем в 2 раза и достигнет 9-7%. Цель по инфляции у Банка Японии 2%. И, конечно же, глупо, другого слова я не могу подобрать, говорить о том, что инфляция – это временное явление. Банку Японию нужно признавать, что это уже самая настоящая тенденция. И я очень рассчитываю на то, что это произойдет уже на следующей неделе, когда состоится очередное заседание японского регулятора. Но мы должны быть готовы заранее к подобной риторике, поэтому, если не зашортить пару сейчас, в принципе, это нужно было делать раньше, когда я обозначал вам интересные, просто потрясающие уровни для продаж в районе 134-135. Надеюсь, вы прислушались к моим рекомендациям. Я допускаю, что даже продажа с текущих уровней – это все равно сделка, которая имеет очень хороший коэффициент в плане риска и ворда, и она стоит того, чтобы в ней поучаствовать. Евро против доллара 1.0770. Сегодня сделка просто на импульсном рывке. Это для тех, кто любит торговать как косочный. Я сторонник того, что после выхода отчета, прежде чем рынок определиться с тенденцией, евро могут отправить на тест сопротивления 1.08. Поэтому в качестве как косочной цели рекомендую ориентироваться на уровень 1.08.20 и туда забросить уровень тейк-профита. Не забывайте, друзья, что я по-прежнему лонгист по индексу доллара, поэтому я не собираюсь одновременно в разных направлениях держать два инструмента, которые коррелируют почти на 100%. Но учитывая, что индекс доллара – это долгосрочная сделка по евро-доллару, можно сегодня поторговать по факту выхода новости. Это тоже сделка, которую нужно взять на ум и попробовать, если хочется рискнуть, поучаствовать в этом трейде. Доллар канадец 1.3425. Ждем, соответственно, снижение в район отметки 1.33-1.32. Ничего не меняется. По остальным инструментам также без изменений, специально не сделан на них акцент. Поговорим уже о них позже. Ждем отчет по инфляции. Друзья, всем хорошей торговой сессии и снова обязательно контролируйте риски. Всем пока!